Бобруйск встречает поезд победы. Уникальный проект впервые останавливается на станции Березина и, конечно, собирает много желающих посетить экспозицию. Здесь руководство города, депутаты, представители трудовых коллективов и школьники. Особый антураж создают творческие коллективы, военная музыка, патриотические танцы и аутентичные наряды. Исторический тур – настоящий подарок на 635-летие и 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, которые отметил Бобруйск накануне. Дальше самое интересное – историческое путешествие. В поезде победы девять вагонов, каждый отражает определенный этап войны. На входе гостям выдают аудиогид. В наушниках звучит голос девушки Лидии, проводницы, которая не только рассказывает факты о событиях Великой Отечественной, но и делится эмоциями и переживаниями. Особенно впечатляюще выглядят фигуры людей. Они словно живые. В первом вагоне показана еще мирная жизнь. На лицах улыбки, в глазах – радость. Дальше беззаботность меняется тоской, болью и страхом. Вокруг солдаты с оружием и медальонами смерти. Добавляет атмосферности звуковое сопровождение. Кашель, стоны, стрельба, забывание ветра. Самая эмоционально сложная часть экспозиции – вагон, посвященный узникам концлагерей. На полках изможденные от голода и тяжелого труда люди. Невозможно передать словами пугающую атмосферу этого места. Вход строго 12+. Финальный вагон посвящен победе. В одном купе и счастливые женщины с цветами, и радостные солдаты, которые делают фото на память, и грустные бойцы. Они поминают погибших товарищей. Музейная экспозиция уникальной мультимедийным сопровождением. Внутри полсотни видеопроекторов и 18 видеосцен, которые помогают сполна ощутить события военных лет. В процессе можно посмотреть исторические справки, статистику погибших, архивные снимки. Все как настоящее. Прямо погрузилась в эту атмосферу. Очень понравилось. Выставка была в великолепной. Такое ощущение, что как будто ты побывал в этих боях, в этих сражениях. Ты идешь по вагонам, мурашки по коже. Необычный праздник развернулся и вокруг поезда. Прямо на платформе советские песни и танцы. Тематические фотозоны, мини-выставка, военные атрибутики от исторического клуба. Все, чтобы скрасить ожидания и погрузить бобруйчан в атмосферу тех времен. Ну вот наше поколение было готово защищать свою страну, чтобы вот это никогда не повторилось. Получили очень много живых эмоций. Узнали, как до этого жили обычные люди, что происходило во время, до и после войны. Это просто был незабываемый опыт, который, конечно, останется навсегда в памяти. За победу. На путь к уникальной экспозиции выстраиваются патриоты Бобруйска. Цветы на братскую могилу советских военнопленных – дань памяти. Затем в дорогу. Карбышева, Минская, Крылова, Интернациональная, Урицкого, Держинского. Автопробег по традиции встречают бурными овациями. На станции Березина участники акции отправляются в интерактивный тур. Я стараюсь участвовать во всех автопробегах, которые происходят в городе Бобруйске. Точнее, не стараюсь, а всегда участвую. Для меня это очень значимое событие. Поезд Победы пробыл в Бобруйске всего один день, но подарил непередаваемые впечатления сотням посетителей. Всего же за время путешествия гостями экспозиции стали больше 25 тысяч человек. Последняя остановка в программе – столица. Масштабный тур завершится в День независимости. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Продолжение следует...